Приветствую вас и то чувство, те симптомы, которые вы описываете, можно назвать термином «симпатия». У вас, молодому человеку, мужчине, реакция совершенно не странная. Она нормальна. Эта реакция может быть с влюбленностью, может быть с симпатией, может быть чего-то такого. И почему она, эта реакция, возникает? Да потому, на самом деле, что по какой-то причине этот мужчина для вас, он единственный, показный. То есть он, нету для вас никого такого, никого другого, значит, потому что не всем таким, возможно, вы подобного не ощущали. Ну вот, не чувствовали вы никогда ничего такого. Или, если чувствовали, то совсем другим людям по вашему мнению. Значит, понятно, да? Чувство обусловлено двумя аспектами. Первое – это исключительность этого чувства. И второе – это уникальность самого человека. Еще один немаловажный момент – это значение для вас этого самого мужчины. Ведь реакция телесного, то есть то, что вы печете сердце, дрожь, повышение температуры, реакция тела обусловлена реакцией вашей психики, вашего сознания. И тот факт, что ваше сознание реагирует так на мужчину, говорит о том, что вы в нем заинтересованы. Вот нужно понять для себя, а какая у вас в нем заинтересованность. Если эта заинтересованность лишена предметного характера, то есть у вас нет, или вы не можете назвать какие-либо конкретные желания, которые вы хотели бы удовлетворить именно с этим мужчиной, Я не говорю здесь про секс как таковой, именно в узком смысле этого слова, про секс я не говорю. Я не говорю здесь про желание быть с ним, я не говорю здесь про желание делать его счастливым. Я говорю именно про ваши собственные и личные желания. Если они есть, то вам нужно подумать, как их удовлетворить не через мужчину, чтобы вы были менее зависимы от него, и тогда его исключительность снизится. Если таких желаний вы назвать не можете, и такое вполне возможно, то в таком случае можно говорить о наличии у вас влюбленности к мужчине, и с влюбленностью ничего поделать нельзя. Нельзя заставить себя не испытывать этого чувства, потому что оно возникает не по желанию, а тому по себе. И волевой регуляцией, регуляцией разума, если вы понимаете, что с этим молодым человеком у вас ничего быть не может, а вы пишите совершенно опасно, что думаете, что у него такой реакции на вас нет, то вам нужно подумать. А что в нем так сильно вас привлекает? Что в нем такого, что вам носят? И здесь мы подходим к тому, что, во-первых, постарайтесь с ним пообщаться, чтобы убедиться в том, что у него действительно нет такой реакции. Пообщайтесь, поговорите, посмотрите, может быть, реакция все-таки есть, пусть и не такая ярко выраженная, как у вас, но, тем не менее, не сразу она может проявиться. Если же вы уверены, что взаимности нет, то тогда посмотрите на мужчину и постарайтесь подумать, что вас так привлекло. Если вы его знаете, если вы знакомы, значит, какие-то качества как мужчины привлекли вас как женщину, очаровали вас как женщину. Это нормально, и в данном ключе можно говорить о том, что у вас есть определенный образ мужчины, который вас привлекает. В таком случае волноваться не очень избавитесь от этого через некоторое время, влюбленных проходит, а вы, если увидите эти же качества других мужчин, то, соответственно, моментально, ну или через какое-то время этого человека забудете и уже будет испытывать симпатии к другому мужчине. Только теперь, каждый последующий раз, данная влюбленность будет возникать не сразу, потому что будут срабатывать защитные механизмы сознания, которые будут защищать вас от таких вот ощущений, делающих вас уязвимыми, уязвимыми для мужчин. Собственно говоря, на этом, наверное, можно закончить. Я хочу лишь сказать, чтобы вы не торопились сбрасывать со счетов возможность построения отношений с мужчиной, там, что в противном случае вы можете жалеть о том, что не попытались выразить ему свои чувства. Спросите себя, что случится плохого или что лично вы потеряете, какие будут у вас негативные последствия, если вы, скажем, признаетесь ему в своих чувствах. Ну или просто дадите ему понять, что он вам симпатичен. И если ничего страшного не произойдет, проявите инициативу, хотя бы один раз, пригласите его провести время, и там вы уже для себя сами сделаете вывод, есть реакция ответная на ваши чувства или нет. Если нет, то тогда нужно следовать всем тем вещам, которые я сказал ранее. Другое дело, что образ, если вы с человеком вообще не знакомы, образ его идет у вас из детства. Это так называемый анимус, первичный образ мужчины. Его необходимо осознать, его необходимо выявить, чтобы понимать, что именно вас привлекает, понимать, что именно вызывает у вас наинтересованность, и, соответственно, либо оставить его, если он вам нравится, либо нет. Но анимус всегда формируется как прообраз отца у девочек. И, исходя из этого, можно сделать вывод, что если молодого человека вы не знаете и с ним никогда не общались, то он вам напоминает отца. И по какой-то причине вы испытали недостаток отца любви здесь. Значит, мысли проблемы в детско-родительских отношениях, и, значит, именно они нуждаются в проработке. Как только вы поймете, что ваша такая вот реакция – это следствие того, что вы недостаточно ощутили на себе отцовки любви, и что вы удачны до сих пор, что вы, например, обижаетесь на отца за то, что он вам недавно отцовки любви и так далее. Только если только вы проработаете эти моменты, ну, естественно, подобных реакций больше не будет. Потому что та пустота, которую вы пытаетесь заполнить, она уйдет. И вы сможете более свободно, более независимо настроить свои отношения с мужчинами. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok